МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не дадут кошмарить. В Международный день борьбы с коррупцией прокуратура проводит форум по защите прав предпринимателей. Куда приводят долги, судебные приставы и дорожные инспекторы ловят неплательщиков штрафов. Новый год в семейном кругу – лучшая награда. Самарские полицейские вернулись из Дагестана. Родом из 90-х, после 7-летнего перерыва в Самаре пройдет легендарный фестиваль рок-музыки «Самый плохой». На Южном мосту в Самаре, соединяющем Железнодорожный и Куйбышевский районы, образовалась трещина, раскрошилось асфальтовое полотно. Мост открыт для движения. В данный момент участок заделан литым асфальтобетоном. Работы проведены ночью. Напомню, плановое обследование Южного моста через реку Самара проводилось в 2012 году. С тех пор ситуация находится под постоянным контролем. Проводится мониторинг технического состояния самого моста и его конструкции. В 2015 году уже выполнялся поддерживающий ремонт. В следующем, в 2017, запланирован капитальный. Заявка на финансирование работ уже направлена в областное правительство. Асфальтно-бетонное покрытие на этом месте разрушилось, образовалась щель. Щель в данный момент заделана силами МП благоустройства. Угрозы дальнейшего разрушения нет. По этому мосту мы будем проводить капитальный ремонт в 2017 году. Кто будет строить новую трамвайную линию в Самаре, определят в январе. Акцион на контракт откроется уже через несколько дней. Его итоги подведут в начале 2017 года. Новая ветка соединит уже существующие трамвайные пути со стадионом Самара-Арена. А кроме того, по плану масштабная реконструкция сети. Все подробности в спецрепортаже Валерии Макаровой. Новая линия трамвая будет начинаться вот прямо здесь. Это пересечение улицы Ташкентской и Московского шоссе. Отсюда и до стадиона протянется почти 2 километра путей. К работам приступят уже в начале 2017 года. И на то, чтобы проложить новые рельсы, у подрядчика будет год. Общая стоимость контракта 740 миллионов рублей. В этот контракт входят работы по устройству нового трамвайного пути от Ташкентской до стадиона и устройству тяговых подстанций. Трех новых тяговых подстанций в городе. Какой именно маршрут трамвая пустят до стадиона и будет ли нужна пересадка, пока неизвестно. Новой схемой движения занимаются в областном министерстве транспорта. Мы в том числе закупаем трехсекционные трамваи. Трамваи мы берем максимально вместительные, примерно 300 человек на один вагон. У нас таких вагонов закупается 10, то есть 3000 человек поедут на новых трамваях. Это разом. Строительство новой ветки – это только половина контракта. Второй этап – масштабная реконструкция трамвайных путей от площади Урицкого до Московского шоссе. Полностью заменят рельсы, остановки и контактные сети. Трамвай в Самаре популярен. Каждый день до транспорта выбирают 240 тысяч горожан. Потому что это самый быстрый, самый удобный. Где я живу, больница находится только ближе и быстрее на трамвай доедешь. Чем объезжать через проспект Кирова, через Московское шоссе, тем более сейчас там все перекрыто. Около дома он останавливается и около работы останавливается. Мне очень удобно. Извините, я поехала. Преимущество трамвая и в его экологичности. Как коренной житель Самары и как эколог, которому, конечно, ближе к проблемам живой природы, могу сказать, что трамвай по сравнению с другими видами транспорта оказывает меньше неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Ни формальдегида, ни окислов азота он в наш несчастный городской воздух не добавляет. Сейчас в городе 24 трамвайных маршрута. В скором времени станет известно, появится ли еще один футбольный рейс до стадиона Самара-Арена. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Сравнительно молодая, но актуальная дата. 9 декабря Генеральная ассамблея ООН провозглашена днем борьбы с коррупцией. Представители прокуратуры Самарского региона решили встретиться с коммерсантами, чтобы обсудить их проблемы. В Самаре прошел первый открытый форум защиты прав предпринимателей. Открытый диалог развернулся на площадке бизнес-инкубатора. Марина Кравцова узнала, какие новшества ждут бизнес. Ужесточат контроль над контролерами. В этом году в регионе нашли почти 1400 нарушений закона в сфере защиты прав предпринимателей. А протестовали около трех сотен незаконных правовых актов. На предпринимателей обрушиваются проверки от 40 контрольно-надзорных органов. Если для визита нет достаточных оснований, прокуратура такие проверки отсекает. На стадии формирования плана проверок на 2016 год прокурорами исключено 900 незаконных проверок. Отказано в согласовании 272 внеплановых проверок. За каждой этой цифрой стоит реальная помощь конкретному предпринимателю. Результаты уже есть. Количество проверок предпринимателей в регионе снизилось почти на 20%. Не просто так сказано, Владимир Владимирович Путин, о том, что самая лучшая сейчас борьба с санкциями – это поддержка предпринимателей производственных, промышленных предприятий нашей Российской Федерации. Поэтому вот этот инструмент контроля за деятельностью бизнеса не должен быть таким, что проконтролируя предприятие закрывается. Грядет еще одно новшество – ужесточат уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей. Новый закон приняла Госдума. Важно также, чтобы предприниматели активно участвовали и в экспертизе закона проектов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Почти 4 миллиона рублей с начала года задолжали самарцы за нарушение правил дорожного движения. Есть и те, у кого сумма штрафа достигает 10 тысяч рублей. Таких почти 300 человек. Теперь им могут запретить садиться за руль и выезжать за рубеж. Эта пятница стала черной для неплательщиков. На поиски их отправились инспекторы ГИБДД и судебные приставы. Вместе с ними дежурила Алина Чемерес. Сегодня пятница, и на самарских дорогах водителей больше, чем обычно. Особенно здесь, на выезде из города. Сотрудники ГАИ с самого утра тормозят машины. Совместно с судебными приставами проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые имеются по закону, нерадивым автомобилистам предстоит либо оплатить его в двойном размере, либо провести 15 суток за решеткой, либо 50 часов принудительно работать. Все зависит от последующего решения мирового суда. Особый разговор с теми, у кого 10 тысяч долга или 10 неоплаченных штрафов. Им могут запретить водить автомобиль и выезжать за границу. Тем, кто успевает оплатить штраф за 20 дней, скидка 50%. Всего на погашение долга дано 2 месяца. Дальше дело уходит к судебным приставам. Сегодня водители на редкость дисциплинированные. Злостных нарушителей не обнаружено. Это просто выгодно, как бы финансово. Лучше вовремя оплатить, тем более с 50% скидкой. Совет водителям. Стараться не нарушать, потому что у нас по дорогам и дети ходят, и всякие бывают и ситуации. И нарушения в основном, они бывают из камеры видеонаблюдения, которые у нас сейчас на данный момент имеются. Очень много штрафов. Ну и стараться, конечно, оплачивать в свое время. Оплачивается. То есть и 100%, если у нас, ну процентов 70-80 оплачивают. Данные о должниках заносятся в электронную базу данных, но в ней могут быть осечки. Поэтому водителям советуют подстраховаться. Мы рекомендуем сохранение все свои ячейки, квитанции об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Бывает такое, что гражданин оплатил штраф, но при этом информация не проходит. И тогда в службу судебных приставов возбуждается исполнительное производство, в рамках которого уже производится, грубо говоря, двойная оплата. Здесь нет ничего страшного. Нужно обратиться в службу судебных приставов, в свой отдел с квитанцией, с подтверждающим документом, и тогда все деньги будут возвращены. Такие рейды сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводят регулярно. Говорят, на водителей это действует положительно. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Из служебной командировки в Дагестан вернулись бойцы сводного отряда полиции МВД. На Самарском вокзале ранним утром их встречали коллеги, родные, друзья и наша съемочная группа. Впечатления от службы в Дагестане в репортаже Сергей Ромашова. Младший лейтенант Максим Барков не видел свою новорожденную дочку полгода. Девочка родилась в апреле, а в июне он в составе сводного отряда МВД уехал в Дагестан. Пока инспектор ППС Барков охранял покой граждан в республике, семья ждала его дома и надеялась на лучшее. Теперь семья Барковых снова вместе. Никуда от этого не денешься, потому что все-таки он выбрал у меня защищать свою родину. А как говорится, на службе бывают разные ситуации. Поэтому командировки это естественный процесс для сотрудника МВД. Поддерживать общественный порядок в Дагестане в июне отправились несколько десятков самарцев. Сводный отряд МВД состоял из сотрудников ГИБДД, ППС и ЭВС. Блок пост полицейских находился в поселке Новый Хушет, между Каспийском и Махачкалой. Обошлось без происшествий. Я считаю, поставленную задачу главкам нашу мы выполнили. Задача была охрана общественного порядка, общественной безопасности граждан, а также еще проведение контр-туристических мероприятий на территории Республики Дагестан. Ребята хорошие, достойные. Теперь, когда полицейские вернулись из Дагестана, их ждет заслуженный отпуск. И потому Новый год они встретят не на посту, а в кругу близких людей. Сергей Ромашов, Константин Головин. События. Россия отмечает День Героев Отечества. Прием по случаю памятной даты состоялся на высшем уровне в Кремле. В Самаре основные торжества прошли накануне. А сегодня мероприятие в честь Дня Героев провели активистам Молодой Гвардии Единой России. На праздничный концерт пригласили ветеранов войны и труда. Уже год самарские молодогвардейцы реализуют проект Герои нашего времени. Его задача – восстановить память о подвигах ветеранов, заслуженных людей региона. Результатом работы стала книга «Сборник историй». У нас книга буквально две недели назад уже была издана в электронном варианте. Вот, и с удовольствием можем поделиться, показать, рассказать. В бумажном виде мы планируем издать, но чуть позже, пока вот в электронном виде. В Самаре детская поликлиника номер один приостановила свою работу. Весь персонал и пациентов эвакуировали из-за трещин на несущих стенах здания. А сегодня на место выехали представители областного Минздрава и городской администрации. Сергей Ромашов пытался разобраться, почему здание, которому нет и семи лет, стало источником проблем. Поликлинику на улице Молодежной начали строить еще в 2002 году. Потом из-за недостаточного финансирования стройку заморозили на стадии фундамента. В 2010-м здание удалось сдать в эксплуатацию. 1 декабря пациентов попросили срочно покинуть поликлинику. На стенах появились трещины. Новенькая плитка местами вздулась и скрипит под ногами. Работать в таких условиях может быть опасно, решили в областном Минздраве. Одновременно появилось очень много трещин по зданию. Были звуки, треск по словам персонала, который здесь работает. Никто на себя не взял ответственность за то, что здание не поползет дальше. Поликлинику за 200 миллионов рублей строила компания «Паритет». Привлечь фирму к ответу будет сложно. В 2012 году она обанкротилась. Если в этой истории вообще виноваты, решит специальная экспертиза. 31 декабря 2010 года был сдан эксплуатацию. И с момента эксплуатации прошло достаточно много времени. Поэтому сегодня говорить о причинах повлевших эхтов без обследования очень тяжело. Хотя это сегодня объект Министерства здравоохранения, но город в стороне не останется. И все необходимые меры тоже будем принимать. Оценку экспертов власти рассчитывают получить уже на следующей неделе. А пока маленьких пациентов принимают во взрослых поликлиниках промышленного района. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Чтобы не рухнул снег на голову. В Самаре пологие крыш очищают от последствий снегопадов. Управляющие компании с работой справляются. Уверен Андрей Горгуленко. Альпинистская подготовка, поясные ремни, страховочные тросы. Обязательный набор кровельщика. Без этого к работе на высоте не допускают. Очищать крыши необходимо вовремя. Пологие конструкции угрожают сходом. После снегопада надо сначала сбить критическую ситуацию. То есть шапки, которые нависают над подъездами, над тротуарами и так далее. А крыша чистится уже, скажем так, после того, как уберем критическую ситуацию. Хотя эта управляющая компания обслуживает 84 дома, ее сотрудники успевают везде. Довольно быстро реагируют, когда деревья стали. Мы за юг попадали спилить, потому что уже лежали на проводах ветки. Крышу тоже чистили, когда бы был анализ вовремя. Нормально. Убирают снег из городских улиц. В первую очередь, внимание к дорогам, через которые проходят маршруты общественного транспорта. Во время снегопадов городские коммунальщики работают круглосуточно. Работа в ночь уже будет окончательно спланирована во второй половине дня, потому что исходя из складывающихся погодных условий и продолжительности осадков. Если снег будет усиливаться, будет принято решение о увеличении численности рабочей техники и задействовании больших ресурсов на уборке дорог. Утром на самарские дороги вышли 128 спецмашин и 293 рабочих. Но к обеду из осадков число техники увеличилось на треть. Этого вполне хватит, чтобы очистить все улицы города. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В преддверии Нового года депутаты Самарской городской думы становятся дедушками-морозами и снегурочками. Девятый год подряд в Самаре проходит благотворительная акция «Елка желаний». И депутаты исполняют мечты тех детей, которых обычно жизнь не балует. По желанию ребят самые разные. От мягких игрушек и гаджетов до спортивной экипировки. Парламентарии заранее не знали, какой подарок им достанется. Теперь у них есть время на приобретение сюрпризов до 26 декабря. Именно тогда в Центре помощи детям и Волга состоится новогодний утренник. Депутаты говорят, самое важное – это создать у ребят праздничное настроение. Сегодня мне досталось пожелание от 10-летней Ани. 10-летняя Аня хочет получить на Новый год планшет. Очень хочу быть снегурочкой для Ани, конечно же, купить этот планшет и в преддверии Нового года, 26 декабря, вручить ей этот подарок в Иволге. Во-первых, это надо видеть. Это детские глаза, расширенные, большие, счастливые. Они писали, они знают, что они писали это. Они знают, они ждали, вот приехали. Ну, это просто вот восторг. Я не могу передать чувства детские эмоции, их захлёстывали. Вот они и спасибо говорят, и тут же при нас открывают эти подарки, начинают рассматривать. Радость, ну, это для них действительно большой праздник. Повышать или не повышать? В Самарской общественной палате обсудили возможное увеличение земельного налога. В региональном Минфине отмечают, пониженные ставки приводят к прорехам в бюджете. А повышение ставки до 1% ударит по карману владельцев гаражей и автостоянок. В среднем для физических лиц налог может вырасти от 250 рублей до 3,5 тысяч. Для юрлиц от 6 до 800 тысяч рублей. Общественная палата Самара предлагает не увеличивать ставки по налогу, а провести ревизию тех гаражей и автостоянок, которые не учтены. А значит, и пошлины за них никто не платит. И это позволит увеличить сумму поступлений в бюджет. Мы сейчас посмотрим предложение, которое дает департамент финансов, которое дает департамент экономики города. Ну и дальше будем говорить по поводу того, стоит это делать, не стоит это делать, к чему это может привести. Депутаты Самарской городской думы утвердили поправки в главный финансовый документ на 2016 год. Изменились некоторые плановые показатели. Перераспределены более 220 миллионов рублей. Это связано с тем, что необходимо дополнительно профинансировать выплаты зарплат педагогам и обеспечить бесплатным питанием льготников в детских садах и школах. Кроме того, учли поступление из вышестоящих бюджетов. В итоге 64 миллиона рублей пойдут на ремонт самарских дорог, а более 2 миллионов на жилье для льготников. Иж тем, жители Самарской области все чаще покупают квартиры в кредит. Объем выданных ипотечных займов вырос на 22%. Какую сумму заняли у банков, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть понемногу растет. За один баррель черного золота сегодня дают 54 доллара 30 центов. А валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 30 копеек, евро 67 рублей 20 копеек, золото стоит 2394 рубля, серебро 34 рубля 18 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 16 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 4 копейки. В России вырос спрос на автомобили отечественных брендов. Только за продукцию концерна «Лада» россияне заплатили почти 115 миллиардов рублей. В следующем году в стране создадут фонд помощи дольщикам. Отчислять туда деньги будут застройщики. А в Самарской области все чаще покупают жилье в кредит. За год объемы ипотечного кредитования выросли на 22%. Банки выдали 23,5 миллиарда рублей. На этом все. Удачи в делах! Самый плохой. Не оскорбление и не название нового фильма, а престижный фестиваль рок-музыки, выступать на который мечтают многие самарские рокеры. Последний раз самый плохой проходил 7 лет назад. За это время поколение музыкантов успело смениться, появились новые имена. Остались, конечно, и те, кто выступал на заре фестиваля еще в 90-х. На саундчеке сегодня побывала Мариана Мирная. «Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать». Девиз фестиваля «Самый плохой» солист группы «Санэкспресс» Алексей психически повторяет как мантру. Выступать на этом фестивале для него не просто честь, это шанс поучаствовать в том, о чем он мечтал мальчишкой. Если есть какой-то культ, если должен быть какой-то культ, то «Самый плохой» достойным быть, потому что в рамках «Самого плохого» происходило в Самаре все самое передовое, приезжали известные звезды и так далее. И как бы то ни было, какой бы ни был сегодня сейчас концерт в этом уходящем 16-м году, он хотя бы какой-то маленькой своей меточкой «Самого плохого» должен подтянуть, сплотить воедино опять же всех любителей рок-н-ролла. «Самый плохой» зародился в начале 90-х. Фестиваль имел огромный успех и поначалу проводился каждый год. Затем раз в несколько лет, а потом и вовсе затих. Последний раз возродить «Самого плохого» попытались в 2009-м, но с тех пор в течение семи лет о «Самом плохом» никто не слышал. В разные годы на фестивале выступали «Чаев», «Вопли, Ведоплясово», «Ленинград» и, конечно, самарские и итальятинские группы. «Самый плохой» – это фестиваль со своим почерком. Он всегда был очень сильно отличавшимся от всех массовых мероприятий. И тем, что ночной концерт, и тем, что очень свободолюбивый формат, и тем, что все это реально тяжело и громко во многих случаях. А то, что кажется не тяжелым и достаточно тихим, на поверку оказывается еще более, в общем-то, оторванным и мрачным. В ночь с 10 на 11 декабря концерт продлится минимум до 5 утра, говорят организаторы. Особенность самого плохого в том, что нет кавер-версии. Это только своя, авторская музыка. «Так кто же из них самый плохой?» «Выяснять это будут 24 коллектива из Самары, Итальяти и других городов. Две ночи подряд зрители ждет мощный, но мрачный рок. И незабываемые эмоции, и небывалый драйв». 9 и 10 декабря восьмой по счету фестиваль соберет полторы тысячи поклонников рок-музыки. На сцене выступят Гаврош, Федул Жадный, Твои друзья Полимеры, группа Хана и многие другие. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Самарский министр спорта победил на выборах президента Всероссийской Федерации легкой атлетики. Кто составил Дмитрию Шляксину конкуренцию, расскажет Сергей Кизоркин. Смотрим его спортивные новости. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Волонтерский центр чемпионата мира по футболу отметил день рождения. Самарский министр спорта победил на выборах президента Всероссийской Федерации легкой атлетики. Судьбу министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина решили делегаты отчетно-выборной конференции Всероссийской Федерации легкой атлетики. Шляхтина переизбрали на второй срок на пост президента организации. Конкуренцию в предвыборной гонке ему составили генеральный секретарь Федерации Михаил Бутов и олимпийские чемпионы по легкой атлетике Елена Есенбаева и Андрей Сильнов. Во втором туре голосования со счетом 36-31 Шляхтин победил Сильнова. Своего движения самарский министр спорта объяснил желанием продолжить начатую работу, чтобы довести до конца тему по восстановлению прав отечественных легкоатлетов и Всероссийской Федерации легкой атлетики. Напомним, президентом Федерации его избрали в январе этого года после того, как подал в отставку после допингового скандала Валентин Балахничев. Энергичные, веселые, ответственные. Именно такими должны быть настоящие активисты. Волонтерский центр чемпионата мира по футболу неспроста появился в декабре и в канун Всемирного дня футбола. Любите футбол? Играть – да. Обожаю. Играть – да. Только не проигрывать. За кого болеть будете? За Россию, конечно. Только за наши. На матчах чемпионата будут работать 1300 волонтеров. Больше 4000 человек подали заявки на участие и регистрация продолжается. И хотя до чемпионата еще больше года, работы активистам уже хватает. Они помогают проводить различные акции и флеш-мобы в подготовке к чемпионату. Волонтер – это, наверное, невероятно активный человек, у которого горят глаза, который хочет посвятить всего себя, всецело на успех мероприятия. И вот нам нужны такие люди, которые точно смогут в течение всего чемпионата мира помочь нам на своих функциях, на которых они будут трудиться. В основном к волонтерскому движению хотят примкнуть студенты, и среди них больше девушек. Анастасия Маренкова изучает бизнес-информатику, и волонтерство для нее – хороший старт в карьере. Я за год, что работаю с ребятами, набралась опыта как лидерского, так и обычного повседневного какого-то. Научилась принимать очень быстрые решения, ну и нашла друзей очень много. Волонтеры будут помогать на всех этапах проведения футбольных матчей. Это возможность поучаствовать в событии мирового масштаба, представить свою страну и завести новые знакомства. Регистрация кандидатов завершится 31 декабря. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. До встречи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин